Я благодарна Я благодарна за предоставленную возможность мне сказать сегодня здесь, на мой взгляд, очень важной теме. И я удивлена, что вероятнее всего, наверное, только мы затрагиваем вопросы культуры. А культура затрагивает все сферы нашей жизни. Нет ни одной сферы, которая могла бы существовать вне соседства с культурой. Вот мы с вами сегодня все прекрасно видим, что кризис в современной системе международных отношений вынудил многие государства пересмотреть стратегии национальной безопасности. И Россия ведь тоже не исключение. Сегодня мы переживаем с вами настоящую культурную отечественную войну за выживание нашей страны, нашего народа в том виде, в котором мы хотим существовать самостоятельно и суверенно. И мы давно уже перешагнули за рамки специальной военной операции. Я считаю, что важнейшее измерение безопасности – это культурная безопасность. Концентрированная она выражается в понятии «стратегическая культура», которая вмещает в себя всю совокупность политических средств и должна служить прежде всего национальным интересам государства. Ведь культура – это смыслы, это символы, это ценности народа, которые воспитывают, которые направляют. Особенно это важно, говоря о наших детях, о нашем поколении, на кого мы землю оставим. После разрушения СССР пятая колонна пропагандировала западный тип политической культуры, как залог счастливого будущего, уничтожая семимильными шагами наши ценности, наши корни, традиции и культуру. Лучшие кинофильмы почему-то – это американские, лучшие песни, конечно же, западные. Вспомни, что транслируется сейчас на радиочастотах. А все, что дает Запад – это модно, это современно. А все, что родила Россия – это отстало, это не модно. И в результате наша национальная культура была просто растоптана. Суверенитет ослаб, как никогда. Под угрозой оказалась наша национальная безопасность, армия, спецслужбы. Были разрушены целые отрасли промышленности, стратегические предприятия военно-промышленного комплекса. Был запущен полномасштабный процесс уничтожения суверенности нашей страны. Казалось, что еще один шаг, и Россия перестанет быть ядерной державой. Еще чуть-чуть, и нас исключат из постоянных членов Совета Безопасности, и он лишат права вета. Однако же, уже начиная с 2000-х годов, с приходом нашего президента, ситуация начала постепенно, но все же меняться. Началось постепенное возрождение нашей национальной, стратегической культуры. Я много езжу по стране и общаюсь с людьми, и я слышу, что говорят в родительских сообществах, и для меня совершенно очевидно, что в национальной стратегической культуре нельзя допускать бездумного копирования элементов чужих культур. Элементы стратегической культуры США и так называемого коллективного Запада губительны для нашей страны. Нам нельзя делать ставку на заигрывание с пятой колонной. У меня есть конкретные предложения о том, какие же шаги следует сделать России на пути формирования собственной стратегической культуры. Первое. Я предлагаю, прежде всего, заняться обретением и укреплением информационного суверенитета, которой мы понимаем как способность технологически и законодательно обеспечивать и защищать независимость государства и конституционные права граждан в информационном пространстве от внешних угроз, контролируя при этом происходящее в этом пространстве. Второе. И сегодня уже об этом говорили. Для воплощения стратегии национальной безопасности России следует как можно скорее выйти из всемирной организации здравоохранения. Третье. Для обеспечения развития стратегической культуры следует незамедлительно избавиться от прозападных ювенальных организаций, уничтожающих наши семьи. И это крайне важно. Четвертое. Продумать механизмы проведения ревизии на предмет исторической фальсификации кино и телепродукции, распространяемой в нашей стране. Это катастрофа, что сегодня видят наши дети с экранов телевидения. Вспомним фильм «Зоя», вспомним фильм «Девятаев», сколько там исторических неточностей. И вот эту ложь наши сегодняшние дети воспринимают как правду. Это недопустимо. Пятое. Крайне важно на законодательном уровне исключить употребление в публичной, устной и письменной речи, появившиеся в последние десятилетия, англицизмы и профессиональные определения, сменив их на существующие и забытые русские слова. Мы же живем с вами в России. Почему мы говорим с вами очень часто на вот таком американском сленге? Стыдно? Шесть. Для скорейшего продвижения целей стратегии национальной безопасности следует вернуть во все учебные учреждения идеи на воспитательную составляющую. К примеру, хотя бы в крайне общей форме ввести предмет основы политологии, способной полновесно объяснить роль национальной идеи формирования стратегической культуры современной России. Как вариант, можно вернуть в учебный процесс уроки политинформации, как это было в советское время, когда ученики сами делали доклады для своих одноклассников и обсуждали всем классом, с классом руководителя внешние и внутриполитические события, учились размышлять, делать выводы, как эти события применимы непосредственно к их жизни. Седьмое. Пересмотреть зарплаты и премии педагогам, воспитателям, учителям, врачам, научным и культурным деятелям, вернуть этим профессиям престиж и статус. Сегодня нам недостаточно выйти из баллонской системы. Наша задача сегодня состоит в отказе от дистанционного обучения и использовании цифровых платформ в учебном процессе. Я очень рада, что на армии будет стол посвященный этой проблеме. Восемь. Бернуть самоуважение и гордость за свою страну и никогда больше не выступать ни на какой Олимпиаде под белым флагом. Девять. Изменить музыкальный эстрадный формат на радиостанциях и транслирование произведений русских и российских авторов. Десять. Вслед за манкированием Евровидения необходимо отказаться от соревнований на соискание премии «Оскар» с его новыми правилами толерантности, как потерявшую престиж для развития нашей отечественной культуры. И одиннадцать. Вернуть, наконец, в общественное поле обсуждения указа президента об основе государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей с целью поддержать и ускорить его разработку совбезом Российской Федерации. Я уверена, что в отличие от большинства сегодняшних деятелей культуры, наш народ проголосует за эти предложения. Потому что консервативная идеология с ее традиционными ценностями с каждым днем становится все более легитимной. И я верю, что новой идеологией России в содружестве стран ОДКБ, АСИА, БРИКС+, объединенных традиционными духовно-нравственными ценностями, станет социальный консерватизм, на базе которого будет безвозвратно укореняться наша национально ориентированная стратегическая культура как гарант нашего суверенитета. Я убеждена, что сегодня необходимо всем культурным и научным сообществам осознать, что именно стратегическая культура является фундаментом национального суверенитета нашей страны и незамедлительно предпринять шаги в освоении стратегической культуры и внедрении ее в свою деятельность. Большое вам спасибо.